Привет всем! Три месяца где-то прошло с того момента, как анонсировали Raspberry Pi 5 и вот она собственно у меня появилась. Раскошелился я на нее, тематика канала обязывает, вот я ее и прикупил. И давайте в этом видео посмотрим, что это за зверь и на что он может быть похож. У меня версия на 8 гигабайт оперативной памяти, это максимальное количество оперативной памяти, которое может быть в Raspberry Pi 5. Плата пришла вот в такой упаковке, это фирменная упаковка Raspberry Pi, и на обратной стороне есть вот ее характеристики. Установлен 64-битный 4-ядерный процессор Cortex-A76, такой же процессор устанавливают в Orange Pi 5, но там еще есть сопроцессор, еще один 4-ядерный. Также 8 гигабайт оперативной памяти, 2 micro HDMI порта, 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, 2 коннектора сдвоенные, которые подходят и под камеру и под дисплей, 1 гигабитный порт, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, есть POE-коннектор, специальный для того, чтобы по POE питать, но нужен дополнительный питающий модуль. Есть коннектор PCI-шины, но он своеобразный под свой коннектор разбрипайский. И блок питания здесь нужен 5 вольт, 5 ампер, для того, чтобы запитать данное устройство. Я вам скажу, я действительно от 2 амперного попытался запитать, или даже от 3, и она просто в циклический ребут уходит, и естественно не запускается. Но 3 амперный 5 вольтовый, который шел у меня с Orange Pi 5, вот от него вполне себе запустилось и работало. Ну и давайте поближе разберем все плюшки, о которых я сейчас говорил. Значит, 4 USB порта, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, гигабитный Ethernet. И они зеркально местами поменены с Raspberry Pi 4. То есть от нее корпус у нас никак сюда не попадет, потому что Ethernet на Raspberry Pi 4 справа находится, а здесь он слева находится. Далее под Ethernet'ом рядышком есть 4-х контактный пин PoE. Сюда специальный PoE HUD, так называемый, подключается, чтобы можно было питать данное устройство по PoE. Ну и пока на это все дело смотрел, его уже разобрали, вот поэтому фото показывает, что нет в продаже, но стоил такой HUD более 2000 рублей. Поэтому, скажем так, дорогое удовольствие, но тем не менее под Raspberry Pi 5 он существует, и на Алиэкспрессе его можно купить, если это необходимо. Едем дальше, чуть левее, PoE есть два коннектора для подключения камеры или дисплея шлейфами, потом идет два micro HDMI разъема для подключения дисплеев, между ними есть UART, один разъем, он такой специфический, не знаю даже как он называется, но вот сюда его можно подключить. Ну, например, USB TTL туда можно подключить или еще что-то. А левее есть такой же коннектор, но на два контакта, они на 4, как на UART, это под подключение батареи. То есть можно еще батарейку дополнительную подключать, чтобы во время отключения питания он питался от батареи. Вот он я подразумевал, естественно, плату Raspberry Pi 5. Основное питание здесь по Type-C, как я уже и сказал, 5 вольт, 5 ампер, необходимо в полной загрузке данного устройства. На задней стороне здесь добавили кнопочку включения-выключения. Raspberry Pi это что-то новое, раньше это на Orange Pi всегда было, на Raspberry Pi, это первый раз, когда на плате добавили такую кнопочку. Далее идет коннектор PCI, он, видите, тоже специфический, так просто сюда ничего не подключено, нужна плата расширения. Посередине находится процессор, сверху от него находится оперативная память, левее есть здесь чип Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц, и он же еще Bluetooth 5.0, GPIO гребенка, Raspberry Pi стандартный, коннектор для подключения кулера, для охлаждения процессора. Процессор здесь прям горячий. И во всех видео, в начале, во время анонса, все были на Raspberry Pi с кулером. У меня же его, естественно, нету. Будем тестировать без кулера и посмотрим, как сильно он греется. Данный процессор в этом видео. Процессор здесь Broadcom, как я и сказал, 4-ядерный, Cortex A76. Ну а 4 ядра здесь мощные, по 2.4 ГГц каждое ядро. Ну еще есть вот такая вот шелкография, которая показывает, сколько оперативной памяти установлено. У меня риска стоит на 8 ГБ оперативной памяти, также есть модели с 4 ГБ, с 2 ГБ и с 1 ГБ. Ну а на обратной стороне у нас, как обычно, есть слот под microSD карточку, для того, чтобы установить на нее образ и подключить к Raspberry Pi. Встроенной памяти, и MMC какой-нибудь, и еще что-то, здесь, естественно, нет. Но данная плата может грузиться по USB, например, с жестких дисков, или еще от каких-то переходников NVMe и так далее. Ну и либо же через шину PCI, которая здесь есть, подключить дополнительный модуль и через него тоже грузиться. Но по умолчанию только microSD карточка. По характеристикам, ближайшая плата, как на мой взгляд, это Orange Pi 5B. Orange Pi 5B здесь тоже уже установлен Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, 3 USB порта, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, но сама плата у Orange Pi 5 больше, конечно же. Оперативной памяти здесь у меня столько же, но здесь еще есть встроенная EMC память на 64 ГБ. В Raspberry Pi такого, естественно, нет. Ну и по процессору. У Orange Pi 5B там стоит Cortex-A76, четырехъядерный процессор, такой же, как и в, собственно, Raspberry Pi 5, но еще стоит дополнительный четырехъядерный процессор Cortex-A55, который в каждое ядро по 1.8 ГГц. Чуть слабее, но тем не менее. Это хороший такой буст. Если уж, конечно, сравнивать эти платы по характеристикам, по мощности, то, наверное, вот такие платы. То есть Raspberry Pi 5 и Orange Pi 5B. Образы для Raspberry Pi устанавливаются через программу специальную Raspberry Pi Imager. Значит, здесь сначала выбираем, на какую плату мы хотим установить образ. Выбираем Raspberry Pi 5. Здесь выбираем операционную систему, которую мы хотим установить. Не надо даже имидж-образы скачивать, она вот здесь уже есть. Raspberry Pi OS будет в последней версии. И выбираем здесь, на какую флешку мы хотим это записать. В изменении параметров, если нажмем, то здесь мы можем сразу задать логин, пароль для учетной записи, которая создается в этой операционной системе, которая установится на Raspberry Pi 5. Значит, вписываем какой-нибудь пароль. Далее, сразу же можем выбрать, подключаться к Wi-Fi сети какой. Я выбрал свою домашнюю сеть. Можно выбрать еще регион, в котором вы находитесь и язык. Но стоит по умолчанию. Москва и английский язык. В службах включить сразу службу SSH можно. Она по умолчанию выключена, и так просто вы не подключитесь. Поэтому ставлю галочку включить. Ну и во вкладке параметры, здесь есть галочки извлечь носитель после завершения, распроизвести звуковой сигнал. Ну, в общем, какие-то игрушки. Здесь мы ничего не трогаем, оно нам неинтересно. Значит, в общих настраиваем учетную запись, и в службах включаю SSH, потому что я всегда подключаюсь к микрокомпьютерам по SSH. Когда все параметры верно ввели, нажимаем «Да». Далее у нас предупреждение, что отформатируется SD-карточка. Соглашаемся с ним. Ну и дожидаемся окончания загрузки образа. После загрузки я подключился по SSH к Raspberry Pay. Ну и сразу же смотрим, что у нас тут имеется. Команды ls-blk я открыл, какие устройства памяти у нас здесь есть, но здесь есть только флешка на 32 гигабайта. Если ввести htop, то здесь мы увидим характеристики нашей системы. Это 4-х ядерный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти. Это диспетчер задач, так называемый. Ну и давайте этот носитель флешку mmc-blk0, который протестирую на скорость записи. Тестирование скорости я буду производить командой hdparm. Предварительно я ее установил уже на эту операционную систему. Нажимаю Enter. И у меня сейчас, собственно, покажет скорость чтения записи. Итого получается 84 мегабайта в секунду. Это довольно-таки много. На самом деле у меня обычно на Orange Pipe всяких платах у меня гораздо меньше скорость, там где-то 24-25, вот так вот. А тут прям 84-85 мегабайт в секунду. Это прям сильно. Далее я подключил через переходник в USB 3.0 NVMe диск. У меня есть специальный переходник. И через провод Type-C я подключил. И вот он определился как SDA диск. И давайте вот его сейчас проверим. Сколько он, какую скорость он покажет. LS-USB, если вот открыть, называется вот JMikron. Этот мой переходник на NVMe, то есть он PCI Gen 3x2 называется. И вот этой командой снова, которую мы тестировали сейчас, microSD карточку, теперь тестируем SDA разъем. И получается 10 мегабайт в секунду. То есть, ну, согласитесь, это совсем какой-то трэш. Очень мало. И теперь проверяю еще раз. И данная скорость теперь 36 мегабайт в секунду. Тоже очень мало. Меньше, чем microSD карточка. Но это ни в какие ворота не лезет. И это еще USB 3.0. Ну, я решил, что что-то здесь не так. Может быть, у меня переходник NVMe какой-то, ну, жутко медленный, потому что тоже на Алиэкспрессе его заказывал. Да, неизвестно, какой чип там установили. В общем, решил просто микро, точнее, обычную USB-шную флешку USB 3.0 подключить. Она у меня от компании Transcend JetFlash. Вот, и решил ее проверить, какая у нее скорость. Она на 32 гигабайта у меня. Тоже определилась как SDA флешка. Нажимаем Enter. Проверяем ее скорость. И скорость 40 мегабайт в секунду. В принципе, тоже мало. Ну, я что-то не знаю. Это какой-то не USB 3.0, а непонятно что. И, значит, что я сделал. У меня в USB 3.0 в первый слот был вставлен USB-свисток от клавиатуры. И вот с ним, как оказалось, такая маленькая скорость. Я его потом переткнул, эту флешку, в первый слот USB 3.0. И здесь совершенно другую скорость начало показывать. Вот видите, 91 мегабайт в секунду. Это я потому что брал USB-свисток. Проверяем еще раз. И... 88 мегабайт в секунду. То есть уже вот в два раза больше скорость. Я тогда решил, ладно, поставлю опять NVMe-шный переходник. Вот я его сейчас поставил. Видите, здесь два диска SDA1 и SDA2. А на флешке было четыре. Переткнул его. Вот он, получается, в первом порту. Это J-micron. И давайте теперь проверим с его скоростью. Я еще поменял на более толстый провод Type-C. И здесь, вот смотрите, разница уже какая. Здесь скорость 364 мегабайта в секунду. Ну, то есть там было 40-33 мегабайта в секунду. Здесь 364. Просто небо и земля. И потом я уже вставил и во второй USB-порт, в который изначально вставлял. И тоже скорость такая же высокая. То есть проблема действительно была в USB-свистке. Не знаю, по какой причине, но с ним прям резалась по шине USB 3.0 скорость конкретно. В общем, вот такие вот дела, ребята. Поэтому имейте в виду, всякие устройства, которые вставлены в USB, иногда очень сильно скорость режут. Ну, и последним делом, которым я решил проверить, я просто взял тот же переходник NVMe-шный и вставил в USB 2.0. Ну, просто ради интереса все вытащил, оставил один только переходничок и посмотрел его скорость. И эта скорость как раз равняется тем показателям, которые были изначально в USB 3.0. 36 мегабайт в секунду. То есть USB-свисток превращал USB 3.0 в USB 2.0. Как бы это странно не звучало. Так, ну, со скоростью вроде бы разобрались. PCI-шину я здесь проверить не могу. У меня нет никакого переходника, чтобы подключить какую-нибудь NVMe-шку к шине именно PCI. Поэтому остановимся на скорость USB 3.0. Скорость действительно шикарная. Большая, высокая. И, в принципе, можно через вот такой вот переходник, к которому я NVMe подключал, какую-нибудь операционную систему устанавливать. Она будет у нас летать на 365 мегабайт в секунду. После тестирования скорости носителей давайте протестируем, собственно, работу процессора. Итак, вот этой вот командой я сейчас проверяю, какая температура процессора. 46 градусов. Это вот в простой. В принципе, мы ничего не делаем сейчас с нашим процессором. Скорость 46 градусов. Итак, далее. Произвел тест с SysBench. Взял 20 тысяч задач на 4 ядра. Запустил. И решились они за 2,4 секунды. Это очень большой результат, в принципе. Но Orange Pi 5 показывала такой же результат. Она на тех же ядрах, на том же Cortex-A76, показывала примерно столько же. 2,2, 2,4, 2,6 скорость. То есть, примерно все одинаково. То есть, действительно, процессы одинаково работают. А вот тот же какой-нибудь Orange Pi 3B, да, там за 10 секунд данные действия исполнялись. То есть, здесь прям в 4 раза быстрее получается. А теперь проверим температуру процессора. Я сделал небольшой скрипт, который при запуске будет нагружать систему в течение 2 минут, и температура процессора должна увеличиваться будет. Итак, скрипт выглядит следующим образом. То есть, тоже я буду нагружать процессор командой SysBench, она те же 20 тысяч задач будет производить на 4 ядрах в течение 120 секунд. И это, в принципе, будет все зациклено. Это нужно для того, чтобы процессор загрузить, и заодно посмотреть, какая будет температура. Процессоры будут на 100% сейчас загружены. Поэтому давайте я этот скрипт сейчас запущу, и посмотрим, какая температура у нас будет при максимальной загрузке. Итак, запустил скрипт, ну и во втором окне теперь проверяю температуру. И вот видите, 62, 64 градуса, 65, 67, и все вот очень быстро, в реальном времени, я сейчас не перематываю, увеличивается температура процессора. 71 градус, 72, 73, ну это просто кошмар какой-то. И вот я даже боюсь ее оставлять, насколько она вот подымется. А чтоб вот сейчас ввел, видите, 100% загрузка процессора, и температура уже 77, 78, и она что-то даже и не думает останавливаться. Мне кажется, она до бесконечности будет так увеличиваться. Я уже на самом деле на 80 градусах начал напрягаться, и слишком много я ее не стал нагружать. Она у меня дошла до 80, где-то 4, 85 градусов. Ну вот вы сейчас увидите, вот 84, и все, я решил скрипт затормозить. И температура состремительно сразу начала опускаться. В общем, кошмар. Очень сильно греется, и конца края этому что-то нету. Поэтому радиатор какой-то большой или кулер обязательно надо сюда вешать. Но кулер как-то он будет гудеть, неприятно. А вот с радиатором, я думаю, надо что-то все равно придумать. Ну, следующим шагом давайте посмотрим, как выглядит ГУИ операционной системы Raspberry Pi OS. Она сразу же с ГУИом установилась у меня. И что у нас тут есть? Пришли сразу же обновления каких-то разных пакетов. То есть, чем хороша Raspberry Pi OS? А тем, что она конкретно заточена под Raspberry Pi платы. Здесь в пакете все заточено под это дело. И все отлично работает. То есть, реально операционная система, как десктоп, вполне себе имеет место на существование. Ничего не тормозит. Все работает шустренько. Есть предустановленные программы Tony для программирования на Python. Из браузеров здесь Firefox и Chromium установлены. Ну и так, по мелочи, разные редакторы текстовые, просмотрщик изображений, ну и так далее. Итак, открываем давайте Chromium и зайдем на YouTube. Ну, самое, что первым делом я всегда делаю, это открываю YouTube и стараюсь открыть видео в 4К. Поэтому открываем сейчас YouTube. YouTube.com Видео открою в 4К. То есть, пишу в поиске 4К. Да и любое вот видео откроем. Ну, например, вот видео Россия. Открывается, сразу начинает воспроизводиться. Ну и здесь я постараюсь сейчас выбрать 4К. Но на самом деле это мне не удается. Здесь максимально HD. Выдается это 1080p. Почему? А дело в том, что у меня сейчас изображение воспроизводится на компьютере через HDMI, USB, свисток. И он, естественно, такого же разрешения, как и разрешение моего компьютера. И я всегда удивлялся, когда я до этого тестировал на разных платках 4К-видео. Для меня было загадкой, как такое возможно. У меня нет дисплеев 4К, как они пытаются выдать картинку эту 4К. И вот она у меня сейчас, видите, 1280 на 720. И выше я поставить не могу. То ли это зарезано системой, но я грешу на то, что это вот все-таки USB HDMI мой свисток. Вот из-за него он воспринимает его правильно. Понимает, что это его максимальное разрешение. Поэтому выше этого разрешения ничего не ставит. Но, тем не менее, даже с этим разрешением, в принципе, пакетов не дропается ничего. Но только в самом начале, когда мы только запускаем видео. Но это стандартно, это не берем в расчет. Потом видео воспроизводится ровно и все корректно работает. Единственное, вы сейчас видите на своем экране полосу посередине. Но эту полосу опять выдает мой USB HDMI свисток. Это не само видео. По сути, больше тут в графическом интерфейсе операционной системы Raspberry Pi OS мне нечего вам показать. Она работает хорошо, не тормозит. Все, летает довольно-таки быстро. Можно ее использовать как, например, домашний какой-то компьютер. Если вы там просто в интернете хотите посидеть, вполне себе он будет серфить страницы интернета нормально, корректно. И там 4-8 гигабайт оперативной памяти выше крыши. В этом плане все будет хорошо работать. Ну, собственно, как и платы Orange Pi 5. Они на Ubuntu в специальном образе вообще отлично работают. Кстати, на Raspberry Pi 5 тоже появился этот же образ от этих разработчиков Ubuntu. Ну, потому что процессы одинаковые практически. Там тоже все замечательно работает. В общем, Ubuntu есть заточенная под эти процессы, офигенная. Ну и так как канал все-таки посвящен умному дому и всяким там микроконтроллерам, то как же не установить Home Assistant операционную систему, да? Так вот, оказывается, на Raspberry Pi 5 до этого HasOS попросту не было. То есть он появился буквально вот 3 дня назад. Вот есть вот релизы. Релиз кандидат 2, релиз кандидат 1. Вот здесь они еще были, но это при релизе, видите? Тут была поддержка Raspberry Pi 5. Вот она здесь заявлена. Вот мы ее здесь можем найти. Но вот была операционная система HasOS 11.2. Это 4 декабря. И здесь поддержки Raspberry Pi 5 попросту не было. То есть была 4, была 3, а 5 не было. Так что можно сказать, я сейчас один из первых буду устанавливать на Raspberry Pi 5 операционную систему Home Assistant. В общем, качаем образ. Тут с официального сайта. Никаких проблем здесь не должно с этим возникнуть. Качаем его. Он весит всего лишь 295 мегабайт. И его через Raspberry Pi Imager сейчас установим. В самом Raspberry Pi Imager, значит, здесь также выбираем Raspberry Pi плату 5. Далее. Здесь вот раньше, где выбираем образ, здесь можно было выбрать Other образ и его, собственно, найти и выбрать Home Assistant операционную систему. Но под Raspberry Pi Imager еще не обновился. И поэтому, если я сейчас выберу какую-нибудь Other операционную систему, здесь вообще практически ничего нет. Поддержка еще минимальная. И вот, смотрите, открываю. Здесь только Ubuntu. Вот та Ubuntu, о которой я говорил, поддерживается, которая и Orange Pi 5, и вот Raspberry Pi 5. То есть клевая, хорошая Ubuntu. Так вот, здесь выбираем образ, который мы сейчас сказали HasOS. Тогда вручную. Потому что в автоматическом режиме, чтобы скачать с интернета, сразу напрямую. Не скачивая Image образ. Здесь, к сожалению, так не получится. В общем, мы скачали Image образ. Выбираем его. Выбираем также носитель, на который установить. Соглашаемся со всем, что у нас отформатируется флешка. Ну и ждем окончания загрузки. После этого флешку вытаскиваем. Вставляем в Raspberry Pi 5. Я ее уже вот вставил. И вот, собственно, с подключенным переходником HDMI и USB смотрим, как идет у нас загрузка. А идет она, в принципе, хорошо. То есть, HasOS установился и вот первую загрузку производит. Устанавливает все пакеты. После этого у нас загрузился он. Показал, что у него вот IP-адрес у нас 2.168.3188. Чуть-чуть подождав, я в браузере вбиваю этот адрес с портом 8123. И все. И у нас приветственное окно Home Assistant. Создавайте свою учетную запись. Создавайте к ней пароль. Выбирайте регион, где вы находитесь. И, пожалуйста, в путь все должно работать. Нажимаем далее. Выбираю страну. Страна Россия. Сразу же, просканировав локальную сеть, Home Assistant нашел интеграции разные. У меня есть устройство ESP Home. Есть устройства, которые Apple HomeKit определяются как. Ну и Bluetooth также здесь определился. Операционная система ни на что не ругается. Она здесь поддерживаемая. Home Assistant OS. Так как это операционная система HASS OS, здесь, естественно, Home Assistant Supervised установлен. И все дополнения тоже здесь имеются. Вот файл эдитора давайте сейчас установим. Ну так, для примера, чтобы продемонстрировать, что все устанавливается. Запускаем его. И, естественно, все работает. Можно зайти в какой-нибудь конфигурационный файл. Все отображается. Все корректно. Все отлично. Также зайдем в настройки в интеграции. Здесь установился Bluetooth. И он сразу определился. Все корректно тоже. И вот термометры мои, датчик температуры, сразу тоже определились. И просит их настроить. То есть, Bluetooth это как бы такой маркер о том, что Bluetooth работает. Я всегда так и проверяю. Если мои датчики нашлись, значит, Bluetooth работает. В общем, полноценный функциональный Home Assistant OS. Так, ну, вроде бы все. Теперь давайте подводить итоги. Что можно сказать про эту плату? Она шустрая. По меркам одноплатников она, да, она высоко стоит. Вверху, наверное, уступает только Orange Pi 5. Больше, я не знаю, никаких плат, которые бы еще были мощнее. Но есть, конечно, минусы конкретно у нее. Во-первых, 8 гигабайт оперативной памяти максимум. Больше нельзя. Orange Pi 5 имеет 16. И даже 32 есть. Также проблема здесь с microSD карточкой. Сейчас вот сюда ничего не установить. Только по USB жесткий диск. Так же, как, собственно, было в Raspberry Pi 4. И вот использовать сейчас, как серию румного дома, это нецелесообразно. Ну, потому что нет корпусов, да, под это дело. Неудобно. Вот, например, я до этого использовал основным сервером Home Assistant Raspberry Pi 4. У меня она была в специальном корпусе, кейсе. Там у меня был mSATA жесткий диск. Все это через USB сделано. Но было сделано вот удобно. Вот этот самый кейс. Здесь вот специальным переходничком. И все это работало корректно. Но было 2 гигабайта оперативной памяти. В итоге мне стало этого маловато. Он так медленно работал. Я плюнул и переехал на мини-ПК. А вот если была такая вот Raspberry Pi 5 с 8 гигабайтами оперативной памяти, да в таком корпусе мне бы этого за глаза было. Я бы даже и не думал переезжать на какой-то мини-ПК. Этих вот мощностей за глаза для сервера Умного Дома. Выше крыши даже. Даже с избытком большим. Ну и так как все-таки Raspberry Pi очень распространена, то всяких примеров будет куча и корпусов будет миллион на нее. И вот я дождусь, когда Argon на нее выпустят конкретно хороший кейс с жестким диском. Я прикуплю себе и будет полноценным сервером хорошим. Вот тогда можно это использовать как сервер Умного Дома. Сейчас рано. Ну и так как плата только появилась, но я надеюсь, что это из-за этого, что только появилась, ценник на нее, конечно, очень высокий. Надеюсь, она в скором времени упадет, потому что Orange Pi 5 с такими же характеристиками дешевле стоит. Ну, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Понравилась вам плата, не понравилась? Стоит она ваше внимание? Не стоит? Или тоже считаете, что Orange Pi 5 лучше и лучше ее покупать, а Raspberry Pi это все-таки туфта? Но примеров будет миллион на нее. Вот еще ради этого я ее взял, потому что будут разные прикольные примеры, 100%, да, которые на ней будет проще показать, чем его переделывать на другой одноплатник. Я нашел Raspberry Pi более-менее по низкой цене по сравнению с другими лотами на Алиэкспресс. Ссылочку в описании оставлю. Поэтому, если кого-то интересовало, переходите и заказывайте. Также поагетирую вас подписаться на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал. Ссылочка будет в описании под видео. В Telegram я общаюсь с людьми часто и много. В комментариях под видео в YouTube не очень удобно. Там и ссылки нельзя приложить. В общем, тяжело получается. А в Telegram легко и просто. Поэтому подписывайтесь и туда. Там отдельный чат есть. В общем, удобно. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok